Добрый день, дорогие друзья! Состоится битва. А как иначе, друзья мои? Учитывая, что Волга уже 5 матчей не выигрывала, у Камаза тоже не все так гладко, как хотелось бы. Поэтому сегодня при такой погоде ждем... Волги, Лацузбая, против него Аюкин. Лацузбая. Опасно! Передача нам... И, наверное, это больше подвело сцепление с полем, нежели техника, потому что момент был... Наверное, да, все-таки не получилось. Предвкушение, свисток. Гоглоев бьет! Ох ты ж! И прямо в перекладину. Хватит. Хорошо. Гоглоев. Расстрел. Низом. Ну, енуш! Да что ж, Роман, Роман, Роман. Ну, молодец, отлично все равно дотянулся, пробил. Хорошая была передача в центр штрафной. У Камаза есть подходы, есть моменты, где удается создать акцентированную угрозу воротам. В некоторых матчах соперники Волги за счет того, что они едны удар. Вот Максименков сейчас активно подключается по правому флангу. Вот Субай ему освободил пространство. Прострел низом. Красно, Субай, молодец, Субай. Субай, Субай, Субай. Субай, 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 на месте. Да. То есть универсальный футболист, универсален во всем. Подача в штрафную. Гоглоев, Саша, удар по воротам. Ну, как сейчас было хорошо-то, а? Ну, как же было хорошо и чуть-чуть. Вот отличная Голиакбера в подаче. Прямо в ногу, прямо в ногу. Достав команд так. Ну, об этом после этой атаки. Ох, какой пас от Кирилова. Ну, ты ё! Браво! Вот сейчас браво просто надари. Каличава вытащил просто. Ну, как и Рома-то хорошо-то, как пробил в девятку. Гоглоев, пошла подача. На дальнюю штангу. Удар по воротам. Показывает пенальти. Так, так, подождите. Рука. Пенальти назначает, да? Итак. Гоглоев, разбег, удар. Технично. Технично. Отлично. Вот видишь, как ты, как тебе Саша помог избавиться от веща. Александр Гоглоев забивает мяч в этом. И Луцузбай наносит удар. О, хорошо. Итак, пошла подача. Внимательно. Ой, момента гол! Да что ж такое-то, как мы проглядели-то, а? Это как проглядели? На ближнюю пошла подача. Давайте еще раз посмотрим повтор. Вот Луцузбай навешивает. Перевод. И на дальней штанге замыкает у нас. Кто? Мы даже не можем здесь рассмотреть. Нам, наверное, чуть-чуть медленнее нужно в замедленном повторе, когда будет... Не добавили нам к первому тайму ничего. И отдыхаем. И отправляемся на перерыв. Ну и ждем после возвращения на второй тайм яркой и результативной игры. Нет, Саша сам. Саша сам. Собрал двоих. Отличный прострел! Далее спортшкола Лакитовского района 1-4. Также дублем отметился Зубаиров. И дублем отметился Хусаинов. А у нас тут разгорают страсти. По-моему, Чешьялов получает карточку. Так, 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 там зачем Роман-то еще руками трогает судью? Зачьялов удален на 56-й минуте. Это вторая. Да, да, да. Ульяновцы забили мяч Камазу. Пошла подача. Опасно! Не забивает. Только я сказал об этом. Видимо, Устинов. Это у нас нет. Нет, это Морозов. Давайте посмотрим повтор. Вот пошла подача. Внимательно смотрим. Высокая подача. Да. Три игрока Камаза и три игрока в одной точке находились у Волги Ульяновск. И точнее всех оказался Сергей Морозов. Ну, то есть не знаешь, что... Им куда торопиться? Они ведут в один мяч. Бивеев. Отличная подача. Но! Это Юрочка Кириллов. Нет, не получилось, к сожалению. Сейчас справа волна, а потом зенита жена. Опасный момент! Удар! Ой, как прощает нас сейчас! Арбитр не поднял флажок. Это как так получилось? Просто простили нас сейчас. Кисленко не достал. Суслов молодец. Давайте уж откровенно говорить. Странный год, наверное, даже весь можно подобрать. Ну, вот-то понятно. Ну, в данном случае у нас тут уже... Триелнизм, вот это все. Это что? Это... Это защитники не справились. Морозов оформляет дубль, если я правильно понял. Видимо, да. Морозов сегодня устроит пир на весь мир, наверное. Сорокин тут прошел. Сделать передачу. Морозов... Ну, вот как. В окружении четырех игроков Морозов спокойно принимает и бьет. Да, друзья, всем хочется пожелать удачи. Ну, а в наше непростое время хочется пожелать самое главное. Здоровья! Да, мы всех будем ждать на стадионе на матче с Ижевским Зенитом, который пройдет 5 ноября. Да, мы все надеемся, что этот оставшийся два матча и следующий весенний часть сезона пройдет, сложится лучше для болельщиков и для команды. Так что верьте, верить надо, потому что без веры все не так прекрасно в такое тяжелое наше время. Я благодарю коллегу Иннокентия Токмена за эфир. Вас, дорогие слушатели, за внимание. Услышимся на трансляциях матча, матчей футбольного клуба «КамАЗ».